на встрече по движению начала говорить и было очень очень странно у меня речь немножко дезориентированная посмотрим что сейчас родится мы здесь на колесе 11 ключ на стыке с 10 рождество зимнее состояние середина четверти мутации прошло 8 недель прям в конце в конце в самом восьми недель с нижней траграммы первого ключа небеса ямский принцип созидания внутреннее пространство ось света мужской божественный принцип в начале в какой-то в каких-то из встреч я озвучила что первый генный ключ и все янские полосочки это у нас первопредок в седьмом колене по мужскому роду от отца к его отцу к его отцу к его отцу к его отцу там будет наш альфа наш наша мужская ветка которая идет к мужскому первопредку в седьмом колене который воплощает собой красоту свежесть или энтропию и я думаю многих у нас это пространство связано с энтропией связано с нереализованным мужским принципом мужчины в роду которые умирали на войне или как-то погибали либо не присутствовали в семье и так далее и так далее и такой раненый мужской принцип захваченной энтропией захваченной онемением отсутствием проявленности и так далее все что мы можем знать про первый ключ и про янский принцип как мы его ощущаем внутри себя вне зависимости от нашего пола и в пространстве в коллективном пространстве насколько проявлен ярко воплощен мужской принцип вот и восемь недель он мне хотелось с ним двигаться мне хотелось его раскрывать видеть как он воплощается через внешние элементы и сегодня мы подошли как бы попробовав все мы подошли к верхней траграмме элементы земли это второгенный ключ это инь чистый инь восприимчивость земля над землей и одиннадцатый ключ это свет который воплощает себя через восприимчивость и именно поэтому в том числе он в теневой частоте звучит как затемнение такая земля сверху свет внутри земли который может проявиться как восприимчивость или который может не проявиться и быть таким дезориентированным не понимать не то что он свет не как ему проявляться не что такое восприимчивость вот и это такое интересное пространство которое никак не решается как будто потому что энтропия это про не менее а земля она про восприимчивость и как вот энтропия не менее вдруг может раскрыться как восприимчивость то есть это как будто бесконечная дезориентация этого света бесконечное затемнение и даже программный партнер как будто не может нам в этом помочь потому что двенадцатый ключ это просто перевернутая ситуация то есть это земля как нижняя траграмма свет как верхняя то есть это свет который как бы в основе своей дезориентирован или энтропия которая в основе своей дезориентированной то есть мы даже не можем через какие-то смежные элементы это понять то есть это такой и не янь воплощен 11 12 ключ это сам значок и не янь черная с точкой с белой точкой белая с черной точкой бесконечное перетекание и переназывание одно одним другого вот такое парадоксальное немножко для меня пространство как я его чувствую и как бы оно закрытое вот это затемнение и его программное состояние тщеславие это такое как будто кокон сна мой личный и коллективный коллективное тщеславие и затемнение которое в принципе очевидно это сама иллюзия это идеи концепции тщеславия всего человеческого эго коллективного и индивидуального и как это коллективно состоит из вот этого затемнения нашего индивидуального к реальности к к воплощенности в теле к воплощенности сознания в теле и как будто это такая безвыходная ситуация да это просто поколение 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 человеческой истории она сама по себе про тщеславие просто про тщеславие и про затемнение как будто больше ничего в нем нету это интересно вспомнить из дизайна что двенадцатый ключ он про пророков и это горзловой ключ ключ эмоционального индивидуального манифестера 1222 в канале и одиннадцатый это аджна центр центр концептуализации абстрактное пространство символов да это к пророку приходит какой-то символ приходит какой-то образ божественного и вот он его как бы о нем глаголит его манифестирует такая связь горла и связь программного неокортекса то есть это казалось бы это про джи-центр оба ключа состоят из двух ворот джи-центра первого и второго это как бы про направление в настоящем и про восприимчивость про магнитный монополий про направление в настоящем однако в мире программы это на поверхности это выражается как мне что-то приходит в голову образ и я хочу что-то с этим сделать вот оно затемнение тщеславия вот оно опора на концептуальное пространство несмотря на то что оно абстрактное нелогическое как 17-й ключ но тем не менее вот затемнение которое самой человеческой ситуации которая сейчас находится как бы в таком застрявшем ментальном пространстве принятия решений из истории из не знаю всех вот этих символов которых которыми обозначены религии обозначены все остальные институции и тут не запутаться не впасть в тщеславие затемнение и обратная история если мы можем найти себя в горле и в аджне и вот в этой манифестации в желании действовать из ума другими словами если говорить очень просто то если мы можем это найти что мы это делаем то мы можем вернуться обратно мы можем вернуться в то на что на самом деле о чем на самом деле первый ключ это направление в настоящем которое базируется наше созидательное начало нашу ось сознания янский принцип который базируется на принципе формы и всегда ей сдается и всегда и программируется магнитный монополь это мы как тело которое движется в пространстве от рождения к смерти и либо ум дезориентирован напоминаю что это тень дезориентации любая тень это ум любая тень это двойственность можно сказать что любая тень это некая дезориентация ума в пространстве либо это понимание что тело всегда здесь восприятие внимания и тело это одно целое и тело движется по какому-то своему фракталу и мы можем ум наш может быть восприимчивым и свежим либо это дезориентированное пространство где я хочу что-то делать вопреки телу вопреки его траекторию либо как-то сверх либо отдельно от этого фрагментация которая свойственна телу уму направление в настоящем и бесконечная восприимчивость магнитного монополя который воспринимает нашу частоту магнитный монополь создает иллюзию формы создает иллюзию движения создает иллюзию всего то что мы отдельно друг от друга и он либо схватывает какую-то уникальную частоту первый ключ все-таки индивидуально это уникальное пространство уникальное творение уникальное созидательное пространство либо он происходит дезориентация через то что магнитный монополь как бы схватывает не уникальную частоту которая рождается из дачи формы а какую-то гомогенизированную вот это вот сломанное радио коллективное пространство тщеславия и и так далее и так далее затемнение в общем первый второй ключ и одиннадцатый и двенадцатый ключ которые из него состоят единственные два они про восприимчивость как сознание раскрывается как восприимчивость или как восприимчивость рождает сознание понимаете как хотите соматически и это вот это электромагнитное поле и постоянная ориентация в настоящем постоянная калибровка своей уникальностью которая рождает не тщеславие казалось бы затемнение уникальность которая рождает идеализм как свежесть ориентации и рождает чистоту и свет и свет чистоты то есть оно начинает наполняться я начинаю наполняться собой и начинаю воплощать свет и чистоту и это не какие-то пророческие не знаю скрижали это выход за пределы иллюзии через форму ой божечки вот такой вот текст и еще прикольную штуку я заметила что когда мы находим остановку в двадцать шестом это гора свет внутри горы происходит такое как бы темная ночь души мы входим в эту восприимчивость одиннадцатого ключа это такая ночь перед рождеством да самая темная ночь и потом вот это как бы петелька вот этот как бы провал восприимчивость либо полная дезориентация как бы вот это время между до двадцать пятого двадцать первого декабря рождественское время как бы в какой-то потерянности все находятся и это на самом деле остановка которая может родить очень глубокую восприимчивость и очень глубокая синхронизация которая позволит нам пойти в этот портал зимнего солнцестояния который всегда является каким-то волшебным временем время рождества это вот это снежное оно всегда какое-то наполненное волшебством и светом что-то в нем проявляется как свет как не знаю свет в том числе на коллективном уровне это какая-то надежда какое-то радостное внутреннее состояние которое всегда связано со свежестью с красотой вот этот первый ключ который прошел весь твой путь и из из внутренней три грамма как бы в десятом родился как внешний элемент происходит происходит такая вот петля свет и бытие в десятом радостное бытие зимнего солнцестояния ну история мифология с Христом собственно Рождество поэтому Рождество важное время не только благодаря этой истории это во всех культурах зимнего солнцестояния все знают об этом портале происходит соединение с бытием соединение с собой десятый ключ это ворота как называется любви к себе ворота поведения и вот здесь у нас происходит зимнего солнцестояния через эту восприимчивость мы входим в форму в блаженство в детальность нижний трограмм пятьдесят восьмой который раскрывается как свет как свежесть и потом оно скорее всего идет по убывающей у всех январь февраль не самое веселое время у многих хотя казалось бы могло могло бы быть но это мы посмотрим в этот раз как оно будет будет интересно я все это озвучила на встречах по движению мне не понравилось там как у меня звучала речь поэтому все это повторяю и хочу обратить внимание на свет который присутствует в тринадцатом и тридцать третьем свет который присутствует в шестом и двадцать пятом в двенадцатом в одиннадцатом в десятом в двенадцатом и собственно земля как подводящий в 11-м, в 19-м, в 36-м, в 7-м, в 46-м. Это точки весеннего-осеннего равноденствия, зимнего-летнего солнцестояния в, я говорю, про северное полушарие, в южном полушарии все наоборот. И направление из прошлого и направление в будущем тоже программируется элементом света. Это что-то интересное про ворота сфинкса, 1-й, 2-й, 13-й, 33-й и ворота любви, 10-й, 15-й, 25-й, 46-й. Везде присутствуют темы восприимчивости формы, темы созидания свежести красоты. Шива-шакте форма, ум, форма, уникальность. Нас, как иллюзии. Да, наверное, все. Я буду...